здравствуйте здравствуйте сегодня 5 часов утра я встал рано утром чтобы поехать в одно прекрасное место замечательное место под названием задолеск путь не близкий лучше доехать вовремя самого утра чтобы успеть увидеть все что можно надо дорогой Это не так проверяется слово. Подожди, как звучит это слово? Это одно сложное слово. Одна дорога и колодорога есть еще. Колодорога есть?! Если ты хочешь человеку объяснить, где дом, ты говоришь вдоль дороги. Вдоль ночных дорог, сна босиком. Не жалея ног, понятно, это классика. Вот что значит вдоль дороги? Это движение, которое ее постоянно вдоль. А дом стоит. Где стоит? Возле дороги. А возле дороги... Ну теперь, чтобы это всего избежать, чтобы было сразу понятно, придумано, я не знаю кем, вот это вот слово по-над дорогой. Вот, растут по-над дорогой. Вот если бы здесь сейчас были продавцы и там всяких... Они бы стояли вдоль дороги. Они бы стояли по-над дорогой. Вот почему? Подожди, как это слово пишется? Никак оно не пишется. Его никто не пишет, оно только говорится. Сколько ты знаешь, насколько? С самого детства. Кто тебе его говорил? Вокруг все говорили. На заборе тоже много что написано. Робок живет в Краснодаре. Занимается машинами. Я ему говорю вообще, у нас тормозные диски называют опорными дисками, опорниками, как угодно. Он говорит, опорники это подшипники. Я говорю, вот тебе про это и говорю, что у вас одно, у нас другое. А ты знаешь, что дать вещи, знают уже все. А что обошнуть, люди не знают. О, обошнуть, да извините. Это такого только у нас. Алабунца дать. А что? Алабешник. Он такой вот. Вот так. Кто это, как Эдуард? Какой ты? Какой ты, да. Какой ты был? Такой ты остался. Где же это все равно вырезать буду? Вот я сейчас не вспомню, но я и не знаю. Ну и... Нет. Керун, кто такой? Бог. Ну, Бог какой-то, да. И еще, а таких богов сколько было? Много. А Бог один. В православии. Да он везде. Хорошо. У викингов сколько богов? Ой, блин, викинги. Где викинги сейчас? Стеряли? Вот осетились с викингами, спороднились. И поэтому осетинская... А, спороднились еще. Да, да, потому что я связываюсь с буквы, со словами. Ведь сейчас же разговаривать не умею. Наши предки Аланы в свое время породнились с викингами. Что можно проследить в нашей... Мифологии и культуре тоже. То есть одно и то же... Ты скажешь, что мифология на то и мифология, что там не все правда? Ну, в общем, и осетинская, осетинская религия, вероисповедание, верование. Это можно... Короче, чтобы понять это все, нужно почитать нардский эфос. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Мы приехали в Горную Дегорию. По пути нам встречалось много мелких сел. Раньше они, конечно, были населены, но теперь они опустили. Некоторые опустили вовсе. Мы приехали в Задолеск. Это одно из самых красивых мест в Горной Дегории. Раньше оно тоже было густо населено. Сейчас осталось совсем немного, где-то 10-12 дворов. Здесь с Задолеском связано несколько очень красивых легенд, тайны, истории. И об этом, обо всем мы расскажем чуть позже. Играет музыка. Пойдем мы в пещеру, куда-то туда. Вот, по-моему, вот это, видишь, где-то. Серьезно, мы туда отойдем? Ну, по-моему, это там есть. А когда туда дойти? Пешком. Отсюда? Вот здесь где-то тропинка была. давно здесь живете в городе не жили здесь хорошо вообще нравится чем занимаются люди целыми днями занимаются каталство скот держим работа нет молодежи много 11 долларов здесь живет большинство городе молодежь а здесь дети есть кто в школу ходит мацуту мацуту все интернат рядом здесь живете у вас большое хозяйство вот около 18 голов короба быки быки то есть теленки вовсе не держим козы не держим шакалы волки много стал и поэтому а вот они всего прям спускаются туристов много ли каждый день надоели уже вам не аккуратно здесь себя ведут они ссорят не мусорят а вот здесь связь телевизор интернет все это есть приходите живите а дом открыт без музей да можно зайти открыт когда не бывает закрыт вперед все мне рассказывали что это было вот эти века когда был хромой тимур на 14 век начал всех истреблять и одна такая женщина девушка возрасте никто не знает она решила всех детей которые остались собрать и увезти в горы спрятать потому что монголы татары даже степной народ в горах не ориентируется и трудно на их сюда завела детей где-то спрятала в пещере в какой-то куда-то благодаря ей они остались как бы ну мы остались потомки потомки этих детей мы не кенди по всем сказаниям то есть благодаря этой вот женщине имя которой никто не знает стиль остались как бы живых которые надолго спрятались в горах по каким-то данным в истории что полтора века два века не выходили не спускались гор сели здесь окончательно долго вот ее назвали задолески на она как бы на на это обращение к женщине которая является ну мама и там бабушка то есть я назывался свою бабушку и называю бабушку свою бабушек она все говорят что на месте этого музея был ее дом дом постепенно начал разрушаться со временем и в итоге в памяти ней из построили этот дом музей сейчас мы раз пойдем его смотреть до ума зором на и рестония ума ягода на каткин задались к на нам до ума зором на сет заршу баллантир вазумганок Назабахтана Толбалзаран Садорескина 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 Запишут записки? Садорескина Это там пожелания какие-то свои стреляют Вот иллюстрация Здесь этот стенд посвящен тому, как чувак выглядел ее дом, когда он разрушился Ну, это пещера Егора Эльзет Это ангел, который покровитель этой местности А это все выходцы из Адолеска Вот этот Чайкой Тиславик Который сейчас был, посмотри Вот у этой женщины было 13 детей В этих 10 9 9 8 8 7 Ну, здесь показано, как, в принципе, был обустроен быт наших предков То есть это вот самый центр дома, это она зачажная цепь То, что и является центром вокруг чего собираются дом Вот такая кованая И вот Передавалась из поколения в поколение То есть И где она была, там и находился дом То есть Не было такого убранства, как сейчас Была какая-то вот такая вот каменная тема Все из камней Один такой большой зал Помещение И вот так вот Вот здесь вот Примерно показано, как это было Вот Висит Посередине Зачажная цепь На которой Готовили И вокруг которой Люди собирались греться Так вот были в кровати Даже на втором ярусе Вот это люлька, в которой Все Дети Ну, все современные Моего поколения Точно все спали в таких И почему вот такие головы Авден называется Вот эти Как они называются Кувшин Кувшин, да Он Очень много встречается в Фольклоре Местного Разлива В песнях В сказаниях В рассказах Девушка с кувшином К ней подходит Парень Горец Туда-сюда У нее закрутилось Завертелось Здесь Ну, поряды Типа повседневная И На выход Как-то так Ну Надо понимать Какая была ткань раньше Какая она сейчас Потому что сейчас То это все Атлас Эти Ряжки И все остальное А раньше Что было то и было А так Здесь прям видно Все у братства Как это все было В первозданном виде Вот Ну и писай вот На такой Люди спали Как-то же мы Дошли до Сегодняшних Лет Времен Кстати Вот такую Резку Я Вот в этом Можно увидеть В Галяти Там Там Где остался Остались Больше всего Древних Построек Там есть даже Деревянная дверь Которая осталась Еще с тех пор И на ней Видны следы Стрел Стрел Вот этот вход Которым Можно Наклонять голову Такие входы Устанавливались В принципе Во всех Светилищах Чтобы Когда ты заходишь Чтобы ты поклонился Если ты не хочешь Поклониться То ты не зайдешь Вот в чем прикол Куда дальше? Может пока на фрегат поднимемся? Пойдем Кого ждешь? Чего сидишь? Го Ты справишься Давай 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 Берем туда Несмотри Знаешь как Берем окровнись Я не знаю как здесь поменялось Потому что Здесь были непроходимые джунды Проходили вот по этой Сверху Классно по стене Там прям видно внутри Как Все люди раньше жили В таких местах Вот здесь не хватает только Вот видишь вот эти дырки Да Эти дырки они и были в качестве перекрытия я так думаю Вот так вот Вот так вот были балки И там был второй этаж А как туда поднимались? Ну наверное тоже как-то поднимались Ну веревочные просто Ну вряд ли веревочные Здесь могла быть просто Поднимались Поднимались Ступенечки Да и все Ну здесь походу Какую там барчику Или что-то в этом роде Сверху Там Байниц не видно Ну типа ну и что было и было Что-то здесь было Нет Здесь даже толчок Здесь Куда пошла Вот здесь Теперь вот так надо пойти Вот 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 по таким Отвесным скалам Горные козлы Похуже Выбирают дорогу по себе Не упойдешь Черт Какие же что-то Мальчик Вот мы и пришли В основной здании Здесь прям такой Микроклимат Клиновидная Форма замка Вот это вот Оставшаяся часть Его В честь Лиза Чего Был он назван Фрегатом То есть Он не круглый А именно вот Клином идет Как корабль Здесь Какая бы Не была жара Вот здесь Всегда ветер дует Посмотрите Вот именно Вот этот сквозняк Я не знаю почему Там же не было ветра Здесь ветер есть Вот именно в это окно Я тебе хочу сказать что здесь все поменялось как будто бы Пару лет назад А если еще больше взять То здесь Ну Было очень опасно Находиться А здесь все сборили Я не знаю Вот здесь какая земля была Как Что было Здесь было опасно находиться Потому что была высокая трава Ну Высокая трава Еще ладно Но вот здесь вот Как-то много 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 земли Может быть Может быть Усыпалась Просто он тоже не переслежит Вот туда не хочешь подняться? Пойдем О Вон там фоточка чья-то Где? Поднимемся Ого Это фрегата этого и фотка С твоими длинными ногами еще бы не подняться Вот тут наверное толчок Нет ощущение что там ход подземный Ну верно Какое-то что-то Что-то было Ну вот здесь Где мы же вот там были А вот здесь Ни хрена нет Пойдешь туда? Ты просто фотка Смотри как красиво О Найс Улыбок Любви и надежды Я вот туда конечно залез Нет Вообще-то Можно туда залезть по камням Ну да Но смысла нет сейчас И оттуда фоткать Для них это было прям фортификационное сооружение Здесь жили такие фамилии как Седановы, Седаковы, Цалаевы Ну вообще не только вот здесь А вот здесь большая территория Но это был как замок Все остальное то что к замку прилегают Дома прилегают И когда-то было там не знаю В тринадцатый век Когда этот шахмадир жил И вот легенда гласит что Он для чего не знаю Ну завоеватель Все дела Он пытался захватить этот замок Что он хотел захватить это место Но столкнулся с тем что его невозможно было Ни с какой стороны захватить Все сели внутри Как голосит легенда Там было три брата И сколько-то дней там в общем Пытались его захватить Осаждали, 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 осаждали И думали Ну сейчас У них закончится еда Вода Все дела И они выйдут Но фиг там Потому что Они знали тайный лаз К воде И ходили туда-сюда За водой Те таки прочухали эту фигню Почему Они не выходят Значит у них есть Доступ к провизии К варианту И отправили гонцов Или как их называют Этих разведчиков Киллеров И они их поймали И решили Выкуривать их Ну типа Вот смотрите Идите сюда Ну ни хрена Они решили потом зарезать Зарезали И выкинули вот сюда В подножье Те увидели их Короче И давай типа Вошел мама туда-сюда А мифическая история Ну они там короче Друг с другом Похипишовали Все дела И Кто кого убил не знает Но замок стоит на месте Какую-то скалу здесь обстреливать Откуда начали камни падать А эти типа смотрят Типа что они Дебилы что ли Мы их этих Телок убили А они начали стрелять по скале С ума сошли что ли В общем и И они такие смотрят Смеются А на них такая Вода Ну не вода Река из камней И рак Вот Эти убили короче Женского пола Существ Женщин Женского пола Женщин В общем Этот Надир Убил Трех Девушек Выкинул их Так К подножью Этого замка Ожидая Что к нему сейчас выйдут Он захватит Этот замок Всех убьет Захватит Если это поля Но Ночью Ни с того ни с сего Вдруг Развергнулась Развергнулась Молния Разразился Гром Разразился Гром Короче сам здесь Пришел И сделал Джара Гуджу И все Все эти не сдохли Остались В этом замке Это все было Это не сейчас построили Сейчас строили Сделать бы хуже Она уже разводилась А это строили Видите Вот эти Массивные Были здесь Перекрытия Это был Второй этаж А там был Вон Бойницы Потом был Еще один этаж Там сверху Еще Уже этажи Закончились Но Может он еще вышел А чистая скала Вот там тоже скала Вот там тоже скала И Семья Вместе Вместе Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok так это вот так вот это вся россыпь черепов рог здесь вот эти рога оленей сохранились непонятно с какого века но они очень древние если они уже таким вот там вообще уже покрылся такими пупырышками что можно поэтому определять возраст и вот это вот все это часть ну как бы не все конечно что приносит ну вот там прям вот туда до конца эти кто-то может посмотреть на вон тот самый верхний да и у него может закраться какая-то мысль ну сразу же видно да честь его надо но это привет поклонники hard metal и всего остального это не про вас это просто череп жертвенного животного никакого другого смысла тут нет это не церковь это не храм это природное место как бы природного происхождения куда добраться не так уж и просто здесь хорошо и вот молчишь и слышишь кайф все это корова там не мучала а ты себе что-нибудь загадаешь мне все есть все хорошо все здоровы все живы все остальное купим ну это не такое что это джин это же такое это прям когда ты уже не знаешь что делать это вот так либо ты просто приходишь говоришь спасибо этому месту этому покровителю и за то что все и так все хорошо видишь такой краем проем чтобы тоже наклоняться такой импровизированный замок чтобы дверь не шаталась вижу все равно каждый же закрывается собой всего лишь карабин рекомендуем Субтитры подогнал «Симон»